Могилев Лифтмаш Мощность, большая часть продукции, 80% идет на экспорт. Но на Могилев Лифтмаш уверены, что смогут выполнить государственную программу не в ущерб зарубежным поставкам. Как, расскажет Елена Соловьева. В Могилевской области 600 лифтов ждут замены либо модернизации. Это значит, что они отработали 30 лет и более. В этом году заменят полсотни лифтов. Работы по замене стоят столько же, сколько сам лифт, а иногда и дороже. Проект указа президента об ускоренной замене лифтов, который сейчас разрабатывается, поможет решить проблемы сроков и денег. Данной программой будет предусмотрено не только бюджетное финансирование, но и кредитные ресурсы, также источники финансирования организаций. Самые первые лифты в Могилеве появились в Доме Советов. Это было в 1953 году. А через три года лифтами стали пользоваться жители домов по бульвару Ленина 6 и улице Первомайской 69А. Самый старый лифт находится в Бобруйске. Он работает с 1975 года. Возможно, именно он станет первым кандидатом на замену. Чтобы поставить новый лифт или отремонтировать старый, нужен проект. Специалисты обследуют лифты и дают заключение. Как только все документы готовы, в работу включается предприятие-изготовитель. Могилев, Лифтмарш. В родном государстве мы все сделаем возможное, чтобы достойно эту программу выполнить. То есть мы здесь проблем не видим. Но мы не должны забывать, что мы экспорт-ориентированное предприятие. Ну, это и валюта, которая приходит не только на завод. Грузоподъемность, вместимость и скорость лифтов останутся прежними. Эти характеристики зависят не от лифта, а от конструкции здания, в котором он будет установлен. Но ездить в новых кабинах станет комфортнее. Кроме того, новые лифты будут потреблять меньше электроэнергии на 37%. Будут применены новые материалы, новые дизайны, новый модельный ряд. Он, соответственно, и разработан с учетом новых требований по безопасности и будет соответствовать всем параметрам технического регламента о безопасности лифтов. Лифты для жилфонда простые, недорогие и надежные, востребованы и за рубежом. Россия, Украина, Казахстан – главные покупатели Могилевского завода, но не единственные. В октябре мы уже продали один лифт в Бельгию, мы продали лифт в Сирию. Сейчас работаем с нашими польскими партнерами, с компаниями строительными, с Румынией. В настоящий момент специалисты нашего предприятия находятся в Нигерии. Поэтому диверсификация рынков сбыта – это, в принципе, наша очень главная и основная задача. Итальянское оборудование, которое установили в этом году, позволило увеличить производительность и уменьшить отходы производства. На предприятии разработали 133 модели. Кроме стандартных вариантов для жилфонда, есть грузовые, лифты для коттеджей, торговых центров, подъемники для людей с ограниченными возможностями. Материалы разные – от металла до дерева, мрамора и сверхпрочного стекла. Чтобы товар с надписью «Сделано в Могилеве» был узнаваем в странах Европы, на предприятии специально разработали торговую марку. Этот панорамный лифт Могилевского производства эксперты считают инновационным прорывом не только для Беларуси, но и для стран СНГ. Его сконструировали в этом году. Движется лифт абсолютно плавно, он бесшумный и, главное, он экономит электроэнергию. А вот такой лифт в этом году презентовали на выставке «Интерлифт-2017» в немецком Аугсбурге. Его разработали вместе с Национальной академией наук с новой панелью управления и сенсорными кнопками. Это перспективная модель лифта, которая планируется к постановке на производство в ближайшие два года. Этот лифт будет выпускаться взамен существующих моделей лифта и предназначен для использования в том числе и в жилом фонде Республики Белару. Если пять лет назад четверть продукции «Могилевт-Лифт-Маша» предназначалась для белорусского рынка, то теперь это только 12%. Программа обновления лифтового фонда позволит увеличить продажи на белорусский рынок, а также даст работу обслуживающим организациям, которые есть в каждом областном центре. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...